Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» Пражской студии. Я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Первые итоги перемирия в Сирии. Пока кое-где еще стреляют, но уровень насилия уже снизился. Ударом подвергаются только города, подконтрольные радикальным группировкам. Неужели Америка и Россия заключили мир только для того, чтобы убивать этих овец? Казахстан и Россия не смогли договориться о передаче Казахстану железнодорожной станции Петропавловск, которая сейчас находится под полным контролем российских железных дорог. За Казахстаном же остались две российские грузовые станции. Это очень сложно в плане того, что мы находимся в Казахстане, живем в Казахстане, но должны ориентироваться на другое время. Американские стратегические ядерные ракетоносцы Б-1 в ответ на северокорейские испытания боеголовок на низкой высоте пронеслись на 38-й параллелью, разделяющей две Кореи. Китай призывает всех сохранять рассудок и не доводить дело до ядерной войны в регионе. У нас на глазах регион погружается в порочный круг, из которого потом будет очень сложно найти выход. Европа и Америка сомневаются в честности парламентских выборов в Беларуси, несмотря на то, что в парламент попали два оппозиционера. Президент Лукашенко тем временем смог похудеть сразу на 13 килограммов, следуя диете российского премьера Дмитрия Медведева. Все белорусские способы похудения Лукашенко не помогли. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Вот так и вот он. Ловля непуганной рыбы ночью, руками, в ручье, вслепую. Жители глухой кыргызской деревни освоили новый способ рыбалки, который позволяет им выжить. Вначале мы хватали рыбу за хвост, но ей часто удавалось вырваться. Потом мы поняли, что надо хватать ее в области жабер. Из Сирии, где сутки назад был объявлен режим всеобщего прекращения огня, поступают новые кадры авиабомбардировок сирийских городов. Правда, информационное агентство, в частности Рейтер, утверждает, что эти видео были сняты в последние часы перед перемирием, когда все воюющие стороны еще продолжали атаки. Это кадры из сирийского города Хомс, по которому нанесли удары неопознанные пока самолеты. Точно установить время этой бомбардировки трудно. Также до конца непонятно, по чьим именно контролям находятся городские районы, по которым наносились удары. Если эти территории контролируются радикальными исламистами, на которых прекращение огня не распространяется, то вполне возможно, что бомбежка производилась уже после этого. Между тем, местные жители убеждены, что авиаудары являются нарушением режима прекращения огня. Неужели эти животные как-то обидели Башара Асада? Неужели Америка и Россия заключили мир только для того, чтобы убивать этих овец? Российские военные самолеты выпустили ракету. Слава Богу, никто не был убит. Но это не только первый день перемирия, но первый день Айда. И слава Аллаху, что нет жертв, а есть только несколько убитых овец. Тем временем Америка и Россия подводят итоги первых часов общесирийского перемирия. Госсекретарь США Джон Керри высказал удовлетворение по поводу снижения уровня насилия по всей Сирии. Соглашение о прекращении боевых действий вступило в силу несколько часов назад по Вашингтонскому времени. И первые отчеты нас не могут не радовать, поскольку они говорят о том, что уровень насилия уже снижается. Российское военное командование сообщает, что уже в ближайшее время американские и российские ВВС начнут наносить совместные авиаудары по позициям группировок, которые обе страны считают террористическими. Российский ВКС продолжит наносить удары по целям террористов на территории Сирии. Для определения объектов поражения российской и американской сторонами создается совместный исполнительный центр, что позволит координировать нанесение ударов ВКС России и авиации и коалиции, возглавляемой США. Между тем, по-своему воспринял договоренности между США и Россией сирийский президент Башар Асад. Совершая пешую прогулку по пригороду Дамаска до Раи, откуда после переговоров недавно ушли все повстанческие радикальные группировки, Асад изложил свое видение будущего Сирии с ним во главе. Я хочу, чтобы всем было понятно. Сирийское государство намерено очистить от террористов каждый район, чтобы там снова было безопасно. Мы будем восстанавливать инфраструктуру и отстраивать заново все, что сможем. В сирийском Алеппо, который гражданская война разделила на две части, западную проправительственную и восточную повстанческую, сразу же после объявления перемирия на улице вернулась жизнь. Особенно это заметно в проправительственной части города, которая меньше пострадала от бомбардировок. Хотя даже здесь местное население сомневается, что режим прекращения огня будет соблюдаться. Перемирие было бы еще более прекрасным, если бы на нас не нападали боевики. И не делали бы нам больно. Вот это было бы действительно хорошо. Да, у нас есть перемирие, но всегда, когда оно наступает, боевики его не хотят соблюдать. Но каждый раз, когда оно наступает, они компрометируют все соглашения о мире. Мы надеемся, что на этот раз все будет иначе, и Аллах сделает нашу армию непобедимой. А в восточном Алеппо на улицах людей значительно меньше. Однако впервые за долгие месяцы на жилые кварталы в минувшие сутки не упало ни одной бомбы. По оценкам ООН из Сирии за пять лет войны бежали около пяти миллионов человек, в их числе этнические армяне. Многих из них армянские власти расселили на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Как живут те, кто попал из одной горячей точки в другую, в репортаже Арута Мансуриана. В семье Асмарян следят за новостями из Сирии. Четыре года назад они покинули свой дом в Алеппо. Это одна из тысяч семей этнических армян, которые бежали от войны в Сирии. У нас есть родственники, молодые ребята. Они исчезли, и мы ничего о них не знаем. Семья Овика и Изабелла Асмарян живет сейчас в Степанакерте, в Нагорном Карабахе. До Алеппо тысячи километров. Вот уже три дня у них нет связи с родственниками и друзьями. Семья Асмарян уехала из Сирии, оставив позади смерть и разрушение, но оказалась в другой горячей точке. В апреле в Нагорном Карабахе начались бои. Десятки людей были убиты во время самого резкого обострения конфликта за последние 20 лет. Овик оставил семью, свой новый дом, тихий двор, и вместе со своим братом пополнил ряды резервистов. Но воевать не пришлось. Мы знали, что рано или поздно здесь будет война. Асмаряны оставили в Алеппо процветающий бизнес – торговлю автозапчастями. Овик не первый человек в семье, которому пришлось покинуть родной дом в результате конфликта. Во время резни армян в 1915-м его дед бежал из Турции в Сирию. В сентябре 2012-го семья Асмарян бежала в обратном направлении, уезжая на машине из Сирии в сторону Турции. Мы добрались до турецкой границы, увидели турецкий флаг и обрадовались. Это было неожиданно. Мы никогда бы не представили себе, что увидим флаг нашего старого врага и почувствуем себя в безопасности. С начала сирийского конфликта около 18 тысяч армян спаслись таким же путем и приехали в Армению. Около половины из них остались, остальные переехали в другие страны. По словам официальных лиц в Армении, в Нагорном Карабахе поселилось лишь 90 человек. Азербайджан осуждает любое переселение сирийских армян в Карабах, заявляя, что это способствует аннексии региона со стороны армян. Казахстан и Россия не смогли договориться о передаче Казахстану железнодорожной станции города Петропавловск, которая географически находится в Казахстане, но фактически под контролем российских железных дорог. Переговоры шли несколько лет, но ни к чему не привели и только усугубили проблемы казахстанских пассажиров. Подробности в репортаже Айнур Коскиной. Государство в государстве, так называют пассажиры железнодорожный вокзал казахстанского города Петропавловск. Мы выезжаем из Астаны, к примеру, я живу в Астане, мы выезжаем из Астаны, время казахстанское, приезжаем Петропавловск, здесь московское, то есть нам нужно переводить постоянно время, путаемся, при том, что еще Москва переходит на летнее и на зимнее время, то есть мы должны знать, когда они перешли, где два часа прибавлять, где три. Это очень сложно в плане того, что мы находимся в Казахстане, живем в Казахстане, но должны ориентироваться на другое время. ЖД-бокзал областного центра Североказахстанской области в собственность российских железных дорог перешел во времена распада Советского Союза. Бывшая общая страна переплела пути так, что их невозможно разделить. Технологические границы и госграницы не совпадали. Мы произвели обмен 5-6 лет назад участками границ, нетранзитными. На данный момент, в ближайшие несколько лет, мы не планируем, но эту работу ведем. Станция Петропавловск, расположенная на территории Казахстана, находится под управлением Южно-Уральской российской железной дороги. Есть такие же две аналогичные станции. Илецк в районе Западного Казахстана и станция Локоть ближе к Алтаю. Обе на территории России и обе находятся под управлением казахстанских железных дорог. 7 лет назад между странами был подписан протокол, по которому должен был произойти обмен спорными участками дорог. Процесс занял три года и в итоге пришли к тому, чтобы оставить все как есть. Обмен коснулся лишь участка 500 километров. Это транзитный участок Транссиба. Если мы сейчас будем говорить о том, что этот вокзал и участок должен быть казахстанским, российская сторона имеет планы построить в обход дорогу. Тогда этот участок не будет нужен. Там в основном более 95% грузов и поездов проходят транзитом из России в Россию через Казахстан. До 2010 года стоимость же для билетов, купленных в Петропавловске, существенно отличалась от общеказахстанских. Тарифы российского перевозчика были дороже. После достигнутых переговоров ситуация изменилась, но билеты на поезда казахстанских железных дорог в здании вокзала так и не продают. Их можно приобрести с процентной накруткой в кассах турагентств, расположенных в ларьках напротив. Но больше всего проблем возникает у пассажиров с онлайн-билетами. Я покупаю билеты в интернете и здесь их распечатать не могу. Я пришла на вокзал, спросила, мне сказали, что аппаратов, которые распечатают билеты, купленные онлайн на Казахстанте Мержулы, они не распечатываются. Меня отправили в кассу, которая находится около вокзала, то есть даже не в самом вокзале. Там мне тоже не смогли распечатать билеты. Они мне предоставили справку о том, что я оплатила билеты и сказали, что я могу предъявить ее. На кассе спрашивают, где вы покупали билет, на казахстанских сайтах или на российских. Если на российских, тогда здесь же в кассе их можно распечатать на вокзале. Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женес Касымбек, еще в бытность вице-министром, курирующим транспорт, обещал разобраться с ситуацией по использованию онлайн-билетов. В других городах при посадке достаточно предъявить электронную версию на любом гаджете. Проводники при помощи специальных устройств считывают штрих-код и отдают пассажиру посадочный талон. Однако в Петропавловске и эти правила не действуют. С электронными билетами мы будем разбираться. Но другие билеты вы можете купить и с этой станции в любую точку Казахстана поехать. Ограничений нет. Вокзалы и аэропорты во всех государствах имеют статус стратегических объектов. Пока между Казахстаном и Россией сохраняются дружеские отношения, волноваться вроде бы не о чем. Но риторика российских деятелей и скандальных политиков в отношении северных регионов Казахстана время от времени заставляют задуматься о том, как распорядиться собственник вокзала Петропавловска при непредвиденных обстоятельствах. Айнур Коскин, организатор спанов, настоящее время. Далее в программе. Американские стратегические ядерные ракетоносцы Б-1 в ответ на северокорейские испытания боеголовок на низкой высоте пронеслись над 38-й параллелью, разделяющей две Кореи. Китай призывает всех сохранять рассудок и не доводить дело до ядерной войны в регионе. У нас на глазах регион погружается в порочный круг, из которого потом будет очень сложно найти выход. Европа и Америка сомневаются в честности парламентских выборов в Беларуси, несмотря на то, что в парламент попали два оппозиционера. Президент Лукашенко тем временем смог похудеть сразу на 13 килограммов, следуя диете российского премьера Дмитрия Медведева. Все белорусские способы похудения Лукашенко не помогли. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрёшь мясо и ложишься спать? Вот так и вовем. Ловля непуганной рыбы ночью руками в ручье вслепую. Жители глухой крыгызской деревни освоили новый способ рыбалки, который позволяет им выжить. Вначале мы хватали рыбу за хвост, но ей часто удавалось вырваться. Потом мы поняли, что надо хватать её в области жабер. Все ведущие мировые СМИ опубликовали видео настоящего сражения между жителями южно-китайской деревни Вукан и полицейским спецназом. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения произошли сразу после того, как вновь избранный мэр рыбацкой деревни был заключён в тюрьму по обвинению в коррупции. Китайские власти пытались упредить беспорядки, однако ОМОН не смог справиться со своей задачей и был вынужден отступить под градом камней, которыми забрасывало солдат практически всё местное население. Деревню Вукан считают символом китайской демократии снизу. В 2011 году её жители в ходе восстания добились того, что им разрешили, в порядке исключения, выбирать мэра и местное законодательное собрание. Теперь, после того, как 13 человек были задержаны, китайские власти, возможно, отменят прославившуюся на весь мир местную народную демократию. В ответ на испытание ядерных боеголовок в Северной Корее американское военное командование прибегло к демонстрации силы на корейском полуострове. Стратегические ядерные бомбардировщики Б-1 ВВС США на низкой высоте пролетели в районе 38-й параллели, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Полёт американских стратегических бомбардировщиков дважды откладывался из-за плохой погоды. Неизвестно, имели ли самолёты, ядерные бомбы и ракеты на борту, но американцы и их южнокорейские союзники заявляют, что полёт является однозначной демонстрацией военной мощи. Военные США и Южной Кореи заявляют о своей готовности нанести упреждающий удар по Пхеньяну. Сегодняшняя демонстрация даёт лишь один пример из полного спектра доступных военных возможностей. Это большой арсенал, и это является частью наших усилий для укрепления и расширения нашего совместного сдерживания. Как мы уже несколько раз предупреждали, если Северная Корея устроит военную провокацию, они встретят твёрдый ответ, который потрясёт саму основу северкорейского режима. А вот как отреагировал соседний Китай, где очень обеспокоены эскалации на корейском полуострове. Я думаю, что позиция Китая очень ясна. В нынешней ситуации мы надеемся, что все стороны сохранят рассудок и сдержанность и перестанут раскручивать спираль эскалации. У нас на глазах регион погружается в порочный круг, из которого потом будет очень сложно найти выход. И это, я думаю, не отвечает нищим интересам. Кандидат в президенты США демократов Хиллари Клинтон после очередного обморока на публичном мероприятии в Нью-Йорке сделала заявление о том, что её здоровью ничего не угрожает, и она готова продолжить предвыборную гонку. Между тем, Клинтон предстоит серьёзно доказывать своим избирателям, что её болезни не станут препятствием на пути к Белому дому. Проблемы со здоровьем Хиллари Клинтон подтвердил и супруг, экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон. Подобное случалось с ней периодически на протяжении многих, многих лет, когда её организм переживал сильное обезвоживание. Она работала как проклятая, когда была и госсекретарём, и сенатором. 11 сентября во время церемонии в памяти о жертвах нападений 2001 года Хиллари Клинтон стала плохо, и она едва не потеряла сознание. Позже стало известно, что у политика пневмония. В понедельник в интервью CNN кандидат в президенты от демократов призналась, что не восприняла диагноз всерьёз, и поэтому не стала о нём рассказывать. При этом врач советовал Клинтон взять на пять дней больничный, но она отказалась. Что именно случилось с политиком 11 сентября, объясняет врач-пульмонолог Лэн Хоровец. Похоже, что у неё упало давление из-за обезвоживания и, скорее всего, температуры. Она кашлялась прошлой недели. В пятницу у неё обнаружили пневмонию. Она начала принимать антибиотики и не прекращала работать. На церемонии она стояла на солнце, было жарко. И это, я думаю, тоже сыграло не в её пользу. По словам бывшего госсекретаря, сейчас она чувствует себя хорошо и через несколько дней готова возобновить предвыборную кампанию. И 68-летний Клинтон, и 70-летний Трамп пообещали в ближайшее время опубликовать подробный отчёт о состоянии своего здоровья. По мнению политолога Майкла Корнфилда, это важный шаг. Когда она вернётся в строй, ей надо будет произносить речь и ответить в ней на все возможные вопросы, не оставить белых пятен. Если она не сможет всё объяснить, то это лишь укрепит образ её как человека, который не доверяет американскому народу. Выборы президента в США запланированы на 8 ноября. В Белоруссии выбрали новый парламент шестого созыва. Впервые за 12 лет в нём будет представлена оппозиция. В парламент смогли пройти два оппозиционных кандидата. Как только не зазывали избиратели Курна. В буфетах осетрина, поросята и играющие баянисты. В итоге, по официальным данным, на участки пришло около 75% избирателей. Но в социальных сетях сотни фотографий полупустых участков Мински, где явка была небольшой. В палате представителей национального собрания, это Нижняя палата парламента, будет представлено пять основных политических партий страны, в числе которых и коммунисты. Что касается оппозиционных депутатов, один кандидат прошёл от оппозиционной объединённой гражданской партии, второй от общественного объединения Товарищества белорусского языка. Смогут ли два оппозиционера, а всего в палате 110 депутатов, изменить белорусский парламентаризм? Мы решили спросить Минчан. Всего два человека от оппозиции, я не считаю это победой, потому что они не сами прошли, их просто пропустили. Ну, было бы там хотя бы человек 20, может, что-то изменилось бы. А что два человека? Я думаю, ничего вообще не изменится. Почему вы так думаете? Потому что, а что депутаты делают? Как показывали независимые сайты, что выборов как бы особых и не было у нас. Явка была меньше 50%. В Центре избиркоме заявляют, что состав нового парламента адекватен, в смысле, соответствует обществу. По словам Александра Лукашенко, выборы прошли спокойно. Независимые же наблюдатели и активисты рассказывают о случаях вброса бюллетеней и каруселях. В ОБСЕ тем временем огорчились из-за незначительного цитата прогресса выборов. Власти Беларуси недостаточно полно выполнили свои обязательства по демократизации избирательного процесса. Цитирует Интерфакс заявление спецкоординатора миссии на выборах. Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выборов смог похудеть на 13 килограммов. Это событие, если судить по реакции в прессе, затмило собой весь избирательный процесс. Как заявляет Лукашенко, сбросить вес ему помогла специальная диета российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Лукашенко пообещал гражданам страны поделиться секретами чудесной диеты. До этого президент Беларуси уже пытался худеть по собственной методике. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее, там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Много говорим об этом раздельном питании. Ну никто же этим не занимается. Я же не говорю, что это дорого. Есть надо только свои продукты. Ни в коем случае не надо эти иностранные все. Это не для нашего организма. Травим себя чем попало. Жители глухой каргысской деревни добывают пищу буквально голыми руками. Они ловят рыбу без специальных приспособлений. Здесь практически нет машины. Электричество провели всего несколько лет назад. Поэтому рыба не пуганная и в большом количестве. Об особенностях каргысской рыбалки расскажет Джибек Бегалиева. Удочки и сети на рыбалку в Зардалы не берут никогда. Деревня-то отдаленная и глухая, поэтому и рыба здесь не пуганная. Ловить ее можно прямо руками, стоя в воде. Рыба выплывает по ночам. Вот, смотрите, здесь, например. Вот она. Вот так и ловим. Днем, рассказывается параллель, рыбки более осторожны. Подобраться к ним практически невозможно. Схватить скользкую добычу можно только в специальных перчатках. Тому, кто не умеет это делать, ловить рыбу будет сложно. Например, когда к нам присоединяются люди из других деревень, им бывает нелегко. Поначалу и нам было сложно. Без перчаток ловить рыбу невозможно. Усен Мусаев один из первых, кто начал выходить на рыбалку без всякого снаряжения. То, что по ночам рыба из больших водоемов заплывает в мелкие речушки, местные жители заметили несколько лет назад. В начале мы хватали рыбу за хвост, но ей часто удавалось вырваться. А потом мы поняли, что надо хватать ее в области жабер. Опытный ловец рыбы делает именно так. Водится здесь только один вид рыбы – маринка. Вес самый большой, который как-то поймал Усен, едва достигал одного килограмма. Но за большим уловом местные жители не гонятся. Рыбу зардаленцы не продают и едят сами. И говорят, что из-за чистоты воды и воздуха любое блюдо из нее получается необыкновенно вкусным. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте carintime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова